Приветствую вас, а если вы пришли сюда на наш ресурс за советом, за тем, чтобы узнать действительно информацию о себе, о том, что с вами происходит, вот, что в таком случае, конечно, я думаю, что мой ответ вам будет полезен. Если вы пришли сюда исключительно для того, чтобы получить подтверждение своей позиции, допустим, да, своей позиции относительно того, что у вас сложились вот такие обстоятельства, да, такая ситуация, и что вы, соответственно, не можете позволить себе психотерапию, но, соответственно, хотите помочь себе с нами, вот. И в таком случае, конечно, я не думаю, что вам будет полезно и интересно то, что я скажу, потому что мой опыт, он подсказывает, может подсказывать, что человек лишь в ограниченных ситуациях, в ограниченных случаях может сам себе помочь. Вот. И данный случай ваш, вот именно данный ваш случай, это, к сожалению, не тот случай, ну вот, исходя из того, что вы написали, да, исходя из того, исходя из того, что вы дали нам понять, вот это не тот случай, в котором вы могли бы сами себе помочь, потому что панические атаки это уже достаточно серьезный симптом, это серьезное проявление, это проявление сильных, сильных конфликтов у вас в сознании и подсознание, возможно, и, соответственно, справиться с этим в одиночку человек не сможет. По крайней мере, в моей практике такого не было. Вот. Не потому что люди какие-то не такие, или не потому что человек не хочет, вот, а просто потому что это невозможно, потому что у сознания есть свой предел, за который выйти человек не в силах, вот. Просто не в силах, не потому что не хочет, да, а просто не в силах, вот. Значит, смотрите, что происходит? Происходит у вас психосоматика, да? То есть тут, на мой взгляд, все предельно понятно. Происходит психосоматика, у вас имеет место быть психосоматика, то есть, когда тело демонстрирует определенные симптомы, вот, которые свидетельствуют о том, что внутри нас существуют, ну, какие-то проблемы внутри нас, существуют какие-то неразрешенные конфликты, которые нужно разрешить, вот, но от которых мы убегаем, если не постоянно, то периодически, вот. Они все ответственно копятся, 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 и в итоге, не находя своего разрешения, да, просто наоборот задают о себе знать, вот в таком виде. Хорошо это или плохо, решат не нам, у психики есть свои системы защиты. О чем свидетельствует наличие панических адек и психосоматики? Ну, в первую очередь, конечно, о тревожности. Вот первое, что можно сказать, да, это тревожно. То есть, я тревожно, мне тревожно, я не спокойно, да, то есть, я не чувствую себя в спокойствии, я не чувствую себя в гармонии, я не чувствую, что мне хорошо, я не чувствую себя как-то, значит, комфортно, я не чувствую себя уютно, вот. И самое главное, какие-то из моих базовых желаний, именно базовых, базовых желаний, я подчеркиваю, это очень важно, именно базовых желаний не удовлетворяются. Это может быть отдых, это может быть любовь, это может быть что-то еще, чего мы не знаем, но какие-то базовые желания здесь не удовлетворяются. Возможно, вы не чувствуете себя свободной, возможно, есть еще какие-то аспекты, о которых вы здесь, например, не говорите, но которые, тем не менее, важны. Вот. Давайте, давайте, почитаем. Значит, так. Так, значит, часто просыпаюсь, не могла заснуть, несмотря на сильный участок, и, как раз по утрам стало разбито. Да, то есть, соответственно, здесь у нас невозможность расслабиться. Как вы описываете? Описание, конечно, достаточно слабое, вот. Ну, это вот этой вот ситуации в целом, потому что надо бы побольше, конечно, информации, вот. Но то, что есть уже позволяет говорить о том, что вы, возможно, в постоянном напряжении, вы, возможно, не даете себе отдохнуть, вы, возможно, работаете слишком много или не удовлетворены в чем-то. Вот. Еще раз повторю, то, что здесь, конечно, есть изрядная доля предположений, потому что, ну, мало, мало информации, мало информации вы достаточно о себе предоставили. Вот. Значит, «Выпейте, прикусил себе язык, жало кулаки до такой степени, что на ладонях остались черные слюбят ногтей». Смотрите, это агрессия. Это агрессия. Вот. Агрессия – это не то, что появляется случайно, не то, что появляется просто так. Агрессия – это свидетельство неотреагированности. То есть, есть некие чувства, которые вы себе подавляете, и которые вы не позволяете выходить наружу. Вот. Ну, по той или иной причине, да, то есть. Тут нужно смотреть. По какой причине? Вот. Почему вы не позволяете, например, чувствам, да, выражаться? Есть у этого причины, есть ли для этого причины объективные или для этого есть просто какие-то ваши страхи, но, в любом случае, это то, на что нужно обратить ваше внимание. В любом случае, потому что это важно. Да, то есть, агрессия. Возможно, агрессия у вас по отношению к себе. Возможно. Агрессия по отношению к другим людям. То есть, тут история, конечно, не однозначная, нужно смотреть. Но то, что агрессия есть, то есть, агрессия есть, это однозначно. Агрессия – это всегда, с одной стороны, не отреагирование, с другой стороны, реакция на какую-то угрозу, на страх, да, то есть, это защита. Вот. Ну, а во сне это происходит, потому что, именно, когда мы спим, да, то наши контролирующие факторы, они ослабевают. То есть, мы позволяем себе, да, вот, какие-то вещи, мы позволяем себе то, чего никогда бы не позволили, например, будучи, ну, в состоянии бодрствования. Вот. Это грустно, это печально, но это, к сожалению, это правда. Вот. И это одна из причин, по которым вы так себя чувствуете. Можете ли вы понять, что именно, значит, ну, что именно у вас, что именно вы выпускаете? Мне кажется, нет. А вот, одну-две консультации взять, взять и поисследовать себя, что именно вы выпускаете, и в чем именно вы неудовлетворены, это вполне себе можно. Но здесь, конечно, решать исключительно вам. Это безусловно. Дальше. Так, невозможно лечать, кроется голова, но это, соответственно, спик-соматик. Спик-соматик. Вот. Я не понимаю, что первична она или эти симптомы. Первична не паника, не паника, паника не первична. Паника это лишь следствие, на самом деле. Вот именно паника это всего лишь следствие. Первична, что, то, что, ну, то, что порождает панику. Вот. А порождает панику, естественно, ваше, как я уже сказал, неудовлетворенность, ваших личных конфликтов, противоречия, вот, обвинения какие-то, возможно, если есть. Вот. Не отреагированных эмоций, вот, ну и прочее, прочее, прочее. Тут все сферы, все сферы вашей жизни нужно разбирать, чтобы понять, в чем дело. Так, значит, ну, постоянно, ну, так непонятно, почему деток подкарею 24 года. Так, очень мысль, постоянно узнал, стревозь, стревожные мысли. Да, вот стревожные мысли. Тревога. Тревога, это, соответственно, состояние, когда человек не хочет менять своего поведения. Тревога, это состояние, когда человек не желает менять привычную модель своего поведения, вот, а хочет придерживаясь стоящей модели, получить какой-то другой результат. Так не бывает, да. То есть, вот в образе жизни вы изменили только, что вы начали больше себя нагружать. А может, ну, наоборот. Так. Значит, договоры вообще не могу выкинуть из головы. Ну, механизм навязчивости, да. То есть, навязчивость, это, с одной стороны. Это наше желание, нужно смотреть по поводу всего вашей мысли. Это наше желание. С другой стороны, это запрет. С другой стороны, это запрет думать о чем-то другом. У меня навязчивые мысли, я не могу думать ни о чем, кроме только вот, как об этом. Вот. И у этого, у этого, у этого тоже есть, как ни странно, свои причины. Вот. Так что, мне кажется, что здесь, здесь также нужно исследовать. Вот. Здесь также нужно изучать, изучать. Вот. На механизм навязчивости, это, пожалуй, уже более близко, более близко к причинам того, что с вами происходит, да. Более близко к причинам вашей проблемы, самой проблеме, чем паника какая-то и так далее. Вот. Как это не парадоксально звучит, может быть, для вас. Вот. То есть, давайте еще раз, давайте еще раз, чтобы вы вот прямо поняли меня, что сама по себе паника не значит вообще ничего. А то есть, ну то есть, паника это не проблема, сама по себе. Вот. А вот что является проблемой, да, так это вот навязчивые мысли. Но и это тоже не конфликт. Это тоже не конфликт. Не ваш конфликт. Как таковое, опять же, это следствие. Ну, уже более, более приближенная к проблеме. Вот. Рывы по несколько раз в день, так это наши, соответственно, слезы, это материнность регрессии. Вот. Раздражение. Раздражение, да, это может быть как и чисто физиологически, так и как повышенная чувствительность. А может быть и психологически, что-то раздражение размножает проблемы с личными границами. То есть, все абсолютно, что с вами происходит, вывод принесло воспринимать как угрозу для себя. Может быть такое? Вполне. Но тут нужно исследовать. Тут нужно отдельно, что у нас именно физиологический характер, а что у нас это психологический. Если вот чисто психологический характер, то раздражение, что и следит от того, что вы не выстроили четкие границы, значит, ну, при взаимодействии с миром, при взаимодействии с окружающим миром. Вот. Дальше, значит, я перестал за собой следить, ничего абсолютно не рад. Испытываю дикое отношение к себе, а в свете жалко мысли, жалко обстояние. Знаете, вот дикое отношение к себе, это скорее внутреннее обвинение. И внутреннее обвинение, это уже вопрос больше к родителям. Вероятно, они бы так оценили ваше состояние, вероятно, они бы вам сказали что-то подобное. Причем, причем сами родители, причем сами родители могли вести себя иначе. Вот именно сами родители, они могли вести себя совсем иначе. Совсем по-другому. Но тот факт, что вы испытываете к себе отношение, да, это, говорит, внутреннее обвинение, от которого нужно избавляться. То есть, что происходит? Ваша психика, ваше подпознание, как бы говорит, я в чем-то нуждаюсь, мне чего-то не хватает, мне нужна помощь. Вы испытываете к себе одно отвращение, то есть, вы говорите, ты не имеешь права, ты жалко и так далее. Жалко, то есть, вы даже оцениваете и обесцениваете свое состояние. Вот на природу этих мыслей, на природу отвращения к себе обратите, пожалуйста, внимание. Это очень важно. Так, ну то есть, если вас ничего не радует, это, возможно, депрессивное состояние, да, то есть, когда наше желание полностью подавлено. Полностью подавлено надо, должен, обязан и так далее. Я не понимаю причин, почему этого никогда не была каплина, депрессивна, не испытывала каких-либо серьезных потрясений, какого-то сильного стресса, как у всех, семья работа. Может быть, именно в этом все и дело, и может быть, именно в этом все и дело, что вы не испытывали каких-то сильных потрясений, а неудалятора, но что она накапливалась. И отсутствие сильных потрясений не позволяло вам выражать свои чувства. Отсутствие сильных потрясений не давало вам возможности проявить какие-то сильные чувства, вот, и все у вас удалось только лишь каким-то чисто таким, ну, может быть, чисто формальным, чисто формальным эмоциям чисто формальным. каким-то вот, ну, проявлением себя, вот, которые ничего общего, допустим, с вашими настоящими чувствами, да, вот, не имеют. Такое, ну, тоже, может быть, вот, это, безусловно, конечно же, это, конечно же, неприятно, вот, могу себе это представить, но, тем не менее, если вы это признаете, если вы признаете это может быть сейчас, то вам будет гораздо легче, двигаться дальше, потому что вы увидите, в чем ваши проблемы. Вот, то есть я хочу сказать, что, еще раз, да, я хочу сказать, что именно тот факт, именно тот факт, что вы не испытывали каких-то серьезных потрясений, мог привести по итогу вот к тому, что у вас возникла такая реакция. То есть у вас, именно, вот, ваши чувства, да, появились, появились именно по этой причине, возможно. Возможно, я не знаю, я пока, прям, просто предполагаю, да, то есть вы видите, как бы, даже исходя из того, что вы описали, да, нельзя однозначного какого-то вывода сделать. То есть нужна, нужна, от вас нужна обратная связь, вот. Без обратных связей, ну, к сожалению, ничего, ничего такого по-настоящему важного, по-настоящему, по-настоящему ценного и полезного для вас, возможно, не получится. Возможно. 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 Только возможно. Дальше. Ага, так. Так. Дальше вы пишите, что, м-м-м-м, хочу взять себя в руки и найти нормальное жить, и радоваться жить. В общем-то, мне кажется, что ваша фраза, да, взять себя в руки, она означает, взять себя подавляться, чтобы больше контролировать, то есть то, что вы сделали, сделали раз. Вот так не работает. То есть, чтобы радоваться жизни, не нужно брать себя в руки. Чтобы радоваться в жизни, жизни нужно чувствовать, потому что радость есть чувство. Вот. Как бы, как бы, ээээм, как бы, беряя себя в руки, вы, может быть, и будете заставлять себя чувствовать. Вот. Радость, возможно. Но будет ли это радость настоящий, реальный, вряд ли, поэтому я рекомендую вам забыть о том, чтобы брать себя в руки, да, забыть об этом. Пожалуйста, ничего хорошего из этого не будет. Лучше, если вы, наоборот, позволите себе разламиться, поговорите о своих чувствах, поисследуйте их, и вот из этого вообще может получиться что-то действительно хорошее, что-то действительно ценное. Возможно, вам что-то придётся в своей жизни поменять, да, возможно, вам что-то придётся изменить в своей жизни и изменить неслабо, вот. Но есть вопрос в том, что стоит ли это вашего здоровья, да, то есть стоит ли это того, чтобы, ну, чтобы ради этого что-то делать. Вот, мне кажется, что, мне кажется, что сто стоит, потому что, что сейчас происходит, да, это ужасно. Что сейчас происходит, странно, по крайней мере. Дальше, так, значит, так, посмотреть стоимость услуг психологов, понимаете, на данный момент это не мой вариант, я ни в коем случае не говорю, что я работаю бесплатно, просто я не могу позволить себе курс психотерапии финансового. В общем, я решила, что мне никто не поможет, но надо себе самой помочь. Валер себе наличие отсыграться, накопила денег на абонемент в фитнес-клуб, эм, на абонемент в фитнес-клуб. А вот, как бы, как бы, вы не думали о том, что речь не о курсе психотерапии какой-то, каком-то, да, не о каком-то курсе, именно курсе. Ага, речь идёт о, скажем, нескольких консультациях или, там, о консультациях исключительно по необходимости. То есть, контролировать можно достаточно гибко в этом смысле. Вот, у меня случилось такое ощущение, да, что вы целенаправленно ставите свою позицию так, ну, выстраиваете свою позицию так, чтобы у вас не было возможности себе помочь, серьёзно. Это значит, что вы удерживаетесь в этом состоянии, в этом вот, ну, в этих, в этом, в этом вашем положении. А это, в свою очередь, означает, что возможно, возможно, для нас это чем-то выгодно, что вы не хотите ничего менять. Смотрел, я там, ПНД, не пойду, там, слишком опасно, да. Там, психотерапия, нет, не устраивает, там, по деньгам, не очень, да, но при этом, я накопила на фитнес-клуб, да, этот абонемент при этом, ну, получил абонемент. А, вот, а, что, как бы, понимаете, вот, ваш выбор вызывает вопросы, вопрос, ваш выбор и ваше поведение. То есть, вы видите, что вам плохо, вы видите, что вам тяжело, вы видите, что вы болеете. А, в прямом, прямом смысле, практически. Вот, нужно все средства, все силы туда направлять. А вы, как бы, избегаете. Вот, ну, избегаете, избегаете того, чтобы что-то делать с этим. Вот, понимаете. Так что, мне кажется, что здесь вы просто боитесь, просто боитесь решать проблему свою. Вот, и тогда получается, что свой вопрос, который вы задаёте, вы задаёте его от счастья просто для платформы, чтобы вот, как-то вот поставить смигалочку. То есть, я пробовал, я пытал. Вот. И всё. И дальше всё будет поприятно. Вот. Это, ещё раз повторяю, да. Так, не работаем. То есть, так, вы ничего не добьётесь. Это я вам абсолютно серьёзно говорю. Ну, кроме того, всё это, не подрослый, что это, ну, невзрослый подход к решению проблемы. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Порюмите обо всём том, что я дал вам, дал вам. Вот. Вот. И почитайте книгу Федерико Перлза «Проектикум по гейкостяльной терапии». Там есть хорошие упражнения для работы с чистыми. Вот. И одно из таких упражнений, которых в этой книге нет, я вам дам прямо сейчас, да, в качестве такого начала, в качестве того, с чем вы могли бы поэкспериментировать сами. Значит, создавьте список своих чувств, которые вы испытываете за, ну, за день. Да, вот, просто за день, ну, например, за неделю. То есть, вот, просто список чувств, которые повторяются. Вот, значит, создавьте список этих чувств. И после этого, после того, как вы список этих чувств создавите, значит, обязательно определите, какие чувства по вашему мнению выражать вы можете, да, а какие чувства вы не можете выражать. То есть, какие чувства, по вашему мнению выражать нельзя. Да? Вот. Определите для себя форму невыражения этих чувств и назовите пять способов, как вы могли бы выразить эти чувства свои. То есть, как, вот, конкретно, как вы могли бы выразить свои чувства, которые, ну, скажем, вот, есть у вас, да, которые вы не можете выразить на данный момент. Вот. Вот. Примерно такое задание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!